Активисты общественной организации «Здоровое отечество» и компания «Щит и меч» передали партию бронежилетов для бойцов в зону СВО. Не остаются в стороне и депутаты городского совета. Ольга Ковшарь купила автомобиль для нужд фронта. Ключи от Нивы передают военнослужащему Кириллу, который приехал в отпуск домой. Этот автомобиль приобрела наличные средства депутат Ольга Ковшарь. Член общественной палаты Мансур Юсупов помогал с выбором и покупкой. Машина отправится в войсковую часть Херсонской области, где служат серпуховичи. Мы всячески, что в наших силах, будем помогать и, конечно, приближать нашу общую победу. Спасибо вам, огромный низкий поклон. Кирилл по профессии автомеханик в зоне СВО служит в разведке. Дома его ждут родители и сын. На следующей неделе боец вернётся в часть своим ходом на автомобиле. В течение 20 дней мы от зари до зари работали, чтобы быстрее и качественно сделать, насколько возможно, техническое состояние данного автомобиля. Она сейчас в очень хорошем состоянии. Надеюсь, она не подведёт. Самая востребованная машина на передовой. Это у нас четвёртая машина, которую отправляем вот таким образом на передовую. Кириллу пожелали доброго пути и скорейшего возвращения с победой депутаты горсовета Николай Пушкин и Фёдор Чудинов. Боец повезёт с собой на передовую Серпухова партию гуманитарной помощи. В единый центр поддержки участников СВО и членов их семей на днях доставили партию штурмовых бронежилетов. Они имеют высокую степень защиты. Это снаряжение закупили активисты общероссийского движения «Здоровое отечество» и компания «Щит и меч». Сегодня нам доставили партию гуманитарной помощи. Это бронежилеты для наших защитников, для наших героев. Большое спасибо организации общероссийской «Здоровое отечество», а также компании «Щит и меч» за то, что откликнулись и быстро, буквально в течение одного дня, помогли нам с этим самым востребованным и необходимым обмундированием. Представители организации «Здоровое отечество» постоянно участвуют в сборе гуманитарной помощи. «Совместно с фондом «Здоровое отечество» пришла заявка от города Серпухова, что надо оказать помощь бойцам, поэтому мы оперативно на это отреагировали. Мы привезли 10 штурмовых бронежилетов». Работы волонтеров всегда немало. Татьяна Орлова встретилась с активистами общественных организаций, которые оказывают помощь бойцам спецопераций. Екатерина Егорова из поселка Пролетарский и Оксаной Тархановской-Шишковой из Протвино, а также депутатом Горсовета, руководителем общественной организации «Русич» Андреем Тихоновым. Добровольцы поделились опытом доставки гуманитарной помощи, обсудили вопросы патриотического воспитания в школах и увековечивания памяти героев СВО. Для всех неравнодушных серпуховичей, также желающих участвовать в помощи, работают гуманитарные пункты по нескольким адресам. В Серпуховском информационном агентстве на улице Джона Рида, дом 5, в общественной приёмной партии «Единая Россия» на улице Советской, дом 61, дробь 10 и во Дворце культуры России.